Собственно, мне понадобится Key Collector. Можно пользоваться любым инструментом, который есть в бесплатном доступе, а-ля Словоёб и тому подобное. Ну, мне, во-первых, нравится Key Collector. Объясню по нескольким причинам. Я не рекламирую его. Я к создателям очень отношусь скептически. У нас с ними личные контры, так сказать. История какая? В том, что этот инструмент постоянно обновляется. Вот реально постоянно обновляется. И у него лицензия постоянная. И даже они вот собираются новую версию заливать, четвертую. И она будет тоже, в принципе, для тех, кто купил до этого бесплатная. То есть бесплатная поддержка на протяжении, я вот не знаю, сколько я им пользуюсь, с года 13-го. 6 лет. Ну, довольно неплохо. За там тысячу, за 2 рублей. Ладно. Собственно, допустим, он у нас настроен. Он у нас настроен. И поэтому мы будем делать новый проект сразу, чтобы уже не оттягивать. Бурение. Бурение на воду. У меня видели, были какие-то буровые работы на самом деле. Но я не помню. Уже позабыл о всяком случае. Казань и, естественно, Татарстан. Но я напишу Казань, чтобы было понятно. Бурение на воду Казань. Ну что. Да, еще сезонность и цикл сделки вопрос. Здесь много вопросов будет, которые пока для меня закрыты для понимания, честно скажу. То есть с темы я специально... Эту тему я не так много крутил в своей жизни, поэтому мало с владельцами похожих бизнесов общался. Поэтому мало что могу сказать из интересного. Ладно. Понятное дело, что первый ключ, который у нас появится, это бурение на воду. Ну, картинки те же самые останутся, естественно. И мы просто закидываем этот ключ, собственно, в группы. Ну и также, конечно же, мы запрыгиваем в Вордстат. В Вордстате у нас будет бурение на воду. Регион. Поехали. Сразу ищем Татарстан. Это у нас по Волжье. Татарстан. Ну, в Татарстане есть 5 город... Правильно, 5 городов, помню еще. 5 городов, но с ними пока еще непонятки. У нас будет еще много вопросов. Естественно, мы будем пользоваться первым делом это правой колонкой. Я думаю, здесь и так все понятно. Но так как это именно бурение на воду, мы будем исключать колодцы. Но колодцы мы спарсим. Спарсим, как минимум, по причине того, что я хочу все колодцы исключить сразу из всех своих будущих моих масок. Которые у меня могут быть. То есть, вообще, желательно первым делом спарсить то, что мне вообще не нужно. Вот мне, например, колодец вообще никаким образом, скорее всего, не понадобится. И я его вообще бы желательно отдельно спарсить, чтобы он мне вообще просто голову не делал. Это идеальный вообще вариант, на самом-то деле. Хрустальный колодец. А что тут еще есть по колодцам? Длина колодца. Длина колодца. Какой колодец? Канализационный колодец. Вот я его, наверное, спаршу первым делом. Он у меня сразу пойдет в минус, естественно. Он мне просто не подойдет. Но я его буду парсить первым по причине того, что... Ctrl-X, Ctrl-V надо было сюда вставить. Просто, чтобы мне не попадались вообще никаким образом, ключи с колодцем связаны. Это вот будет идеально. Ладно. Я его сразу помечу каким-нибудь цветом, например, красным, чтобы потом я его сразу исключу. А все остальные ключи буду уже разбирать более детально. Бурение на воду. Пока оставляю. Эту группу, скорее всего, надо будет дальше делить. Но так как здесь тысяча показов, в принципе, особого смысла не вижу. Ну, может быть, на что-то более глубокое разделить. Ну, да ладно. Скважина. Скважина у нас пойдет вообще просто сначала общим словом. Так и колодец. И еще у нас пойдет... Да, наверное, скважину пока оставлю. Бурение скважин, скважина на воду, нефтяная скважина. Вот кто-то как раз писал про нефтяные скважины. Бурение скважин на воду, скважины Казань, скважина работ. Посмотрим, что там внутри. Работа, ремонт скважины, нефтяной скважины. Понятно. Бурение скважин Казань, насос, скважина на воду, газовая скважина. Ну, в принципе, о чем я думаю? Господи, это же Татарстан. Там рядом копни вода, а рядом нефть. Я забыл совсем. Это нормальная ситуация для этого региона, как и для Башкортостана, для Уфы. Освоение скважины тоже не наше. Скважины, набережные, челны. Производительность скважины. Видимо, кстати, ну нет, производительность, может, к воде еще тоже отношение имеет. Но в нашем случае слишком широкое слово, хотя и 19 тысяч показов. Можно ее почистить, но использовать в РСЯ ни в коем случае нельзя. В поиске, в общем-то, тоже нежелательно. Мы будем искать что-то более узкое. Ну, скважину на воду, это понятно. Бурение скважин, давайте глянем, что там вода, вода, чтобы там не было, ну вот, типа нефтяных, газовых, есть. Насколько много здесь нефти, вопрос. Посмотрим, хорошо. Бурение скважин, скважина нефтяная, скважина Казань, скважина нефти. Вообще, у меня есть, конечно, предположение, что надо спарсить все отсюда, в том числе и нефть, чтобы потом это просто убрать. Насос для скважины – это отдельная история. С газом тоже отдельная. Частные скважины. Тоже, наверное, какие-нибудь нефтяные, да? Скважины в частном доме. А, вот даже как. Конечно, вопрос главный, почему я так долго, в общем-то, менжуюсь? Я бы мог сразу спарсить скважину, да, ключ. Просто проблема в том, что если спарсить ее сейчас в одну папочку, потом это все драконить и делить очень больно и сложно. Проще взять сейчас что-то поуже, да, из ключей, скважину запарсить последней, и все. Поэтому у меня есть предложение довольно глупое относительно, но интересное сделать вот так. Сейчас я беру все эти вот замечательные мои ключи, открываю Excel. Вот использую формат конечных ячеек. Давайте посмотрим. Ну, показы оставлю для понимания. Вот у нас идет бурение скважин, да, первым, точнее, вот у нас получается скважина, бурение скважин, скважина на воду, нефтяная скважина и тому подобное. Парсить я буду все. Прямо сделаю все, потому что выкинуть это можно будет легко. Выкинуть можно сразу, не закидывая в ваш кей-коллектор. Есть одно но. Потом, когда-то, вы с этим кей-коллектор файлом, по-любому, вот как делаю я, я просто всегда делаю, если делаю файл, то делаю его надолго. Вы, скорее всего, будете переделывать рекламную кампанию, ну, захотите новые ключи добавить. И, да, у вас какая-нибудь там нефть, газ, вы там сможете это минусануть без проблем, но группы какие-то определенные, еще, ну, более, да, узкие, вам бы желательно оставить, чтобы у вас было понимание, во-первых, по каким группам у вас уже есть, ну, у вас будет какая-то статистика, будут какие-то конверсии и тому подобное. И, во-вторых, вы одну группу такую большую перепаршивать, ну, очень больно, потом чистить, потом это все перегруппировать, это все настолько неудобно, это ужасно. Вот, поэтому мы сделаем очень хитрым способом, это, скорее, в частном случае, мы будем парсить в обратную сторону. Вот, для этого как раз есть очень интересный инструмент, заметьте, я даже нефть оставлю, в этом ничего страшного нет, не переживайте, сразу говорю, нефть, газ и тому подобное, все равно весь мусор, весь мусор отчасти хотя бы надо перенести в кей-коллектор, потому что вам потом все равно собирать минус-слова, потому что если часть вы минус-слов оставите за бортом, потом их просто где-нибудь похилите. Это обычная история. У нас есть такой инструмент, интересный, называется сортировка масок ключей, так как это наши относительно маски будущие, по которым мы будем парсить, мы еще, естественно, пройдемся и по бурению по воде, да, там и тому подобное, но, тем не менее, мы будем парсить все группы от самой узкой до самой широкой. Покажу сейчас. Так, вот, есть фраза для сортировки, здесь же, кстати, есть и удаление, в принципе, дублей при желании, но у нас сейчас дублей нет, потому что мы из Wordstat забрали их. И получается, что мы парсим сначала самое узкое, состоящее из 4-5 слов, допустим, в нашем случае из 5, до одного слова. И получается, что у нас в каждой группе будет обязательно полностью все данные, а потом будет в конце, в самом, самая широкая наша скважина, ее тоже надо будет потом спарсить, и потом ее тоже прочистить. Плюсом мы можем это все раскидать по группам, по холодным, по теплым, по горячим и прочее. Ну, и в мусор, в корзину дополнительно. Ну, то есть, это упрощает нам работу намного, на самом-то деле. Ну, можно парсить все в одно место. Дальше, дальше бурение воды. Ну, у нас уже есть бурение, у нас есть скважина, бурение скважины, оно там будет. Бурение воды там тоже будет. Мы просто ее закинем отдельной группой. Сюда же, вот, в AdPumps, в сортировку я просто в конец вставлю ее, и все. Скважина вода. Скважина под ключ. Ну, у нас скважина будет по-любому в каком-то формате, поэтому я сейчас ее закину, вот, именно даже 104, это интересно, мы тоже закинем. Скважина вода там есть, скважина под ключ. Давайте я сюда даже перенесу. Скважина под ключ, просто 100 показов. Скважина бурения цена, ну, это не особо, пока интересно пробурить скважину. Тоже есть. Горячий ключ, просто относительно горячая маска в нашем случае, мы ее тоже будем закидывать. Артезианская скважина, это отдельная история, давайте еще вот заглянем, я на первой странице, вот на этой странице посмотрю, артезианская она где-то, здесь есть, наверное, да, уже есть. Скважина обустройства, 92 показа, это тоже отдельная история, она нам тоже понадобится по-любому. Если сомневаетесь в маске, идете в наши замечательные Яндекс.Картинки, открываете и смотрите. Если это то же самое, ну, плюс-минус по картинкам, то пойдет. Вот, вкратце, обустройство скважины, это трубы, это насос, это электрика, которая может туда пойти, ну, в принципе, все стандартно, вот он, вот эта скважина. И все это нам понадобится, в любом случае, потому что, если человек собирается заниматься обустройством скважины, скорее всего, оно нам все равно понадобится. Как клиента нам понадобится. Так, закинем. Скважина обустройства. Скважина цена. Ну, да, горячий запрос, горячий. Ну, теплый, мы уже с вами определились, что человек будет сначала искать, похоже. Колодец. С колодцами мы уже определились, с кессоном. Вот вопрос со словом теперь кессон. Я не знаю, что это такое, ребят. И многие из вас, из маркетологов, я уверен, тоже не знаю. Ну, понятно, теперь уже понятно. Кессон, это, собственно, там, где насос стоит. А это в дом идет труба. Нужно? Нужно. Наверное. Парсим. Так. Давайте берем. Кессон для скважин. 382 показа, парсим полностью, безостановочно. Так, последним закидываем. Так, автономная канализация. Нет. Тоже это все лишнее. Естественно, с канализацией нас ничего сейчас не должно интересовать. Абинский колодец. Абисинский. Вполне возможно, что это для Москвы. Неинтересно, что такое Абисинский колодец. Про Абисинский колодец. Ну, Яндекс.Зен откроем. Перед началом бурения необходимо заказать двухметровые трубы, которые... Ну, реклама уже пошла в РСЯ. Об устройстве скважин. Есть у вас негативные стороны. Прежде всего, необходимо отметить, что-то я здесь бурения не вижу просто. В любом случае, сейчас парсим. Потому что, если есть сомнения, их, скорее всего, надо будет развеивать уже на месте. Поэтому будем скважин. Колодцы мы не парсим. Мы уже с вами определились. Бурение, цена. Сейчас посмотрим. Вот отдельное бурение будем смотреть. С буровыми установками посмотрим обязательно что-то. Колодец, колодец, колодец. Под ключ все-таки интересно. Ладно, отдельно сейчас посмотрим. Абисинская скважина. В общем, закидываем в Эдпамп. Тоже. И нам понадобится бурение. Бурение, цена. Бурение скважин. Бурение скважин, скважин, скважин. Бурение метр. Алмазное бурение. Горизонтальное бурение. Но тут очень мало показов. Это можно будет удалить. Потому что у нас в любом случае бурение. Что-то еще нам от слова бурение. И нам все равно придется избавляться от этого. В минус словах. Потому что некоторые люди умудряются туда все равно закидывать все что угодно. Поэтому бурение, цена. Да, давайте закинем. Относительно широкое. В РСЯ такое использовать не стоит. А вот использовать в поиске-то можно. Буровая установка. Буровое оборудование туда же. Скважина установка. Но у нас скважина совсем есть. Поэтому ничего страшного. Буровая цена. Установка вода. Бурение вода. Скважина. Бурильная установка. Буровая машина. Интересно. Буровые оборудования, вакансии. Нет, это нам точно не подойдет. Тем более это все к нефтепереработке относится. Установка для бурения скважин. Купить установка. Скважина цена. Ну, нет, опять же. Буровая цена. Буровая установка цена. Буровая вода. Цена. Буровой насос. Что я смотрю, кстати? Наверняка вопрос возникает. Я смотрю соотношение относительно ключей, которые мне подходят, и которые нет. Если я вижу здесь большую часть ключей, которые мне не подходят, я такую маску брать не буду. По-хорошему ее тоже, конечно, спорсить. Не помешало бы, но... Долотон, буровой насос тоже неинтересно. Что делать, когда заканчиваются в Wordstat'е правая колонка эхо и вообще ключи в ней? По-хорошему надо сдаваться и все, уже идти парсить. Но вообще недостаточно. Вот, буровая машина, кстати, еще, наверное, интересна. Скважину мы парсим. Работа буровой – это такое. Буровая машина для бурения, для сваи. Сваи-сваи. Ну и совсем мало, это уже неинтересно. Мы идем дальше. Мы, естественно, идем в Яндекс.Картинки. Обустройство скважины мы с вами уже спарсили. Он даже в рекламе написан. Поэтому нам, в принципе, спасибо ребятам, которые, конкуренты наши уже помогают нам. Обустройство скважины на воду под ключ по выгодной цене. Вот мы можем зайти, кстати, к конкурентам. Правда, это московские конкуренты. Да это и лучше, чтобы можно было сразу понять, о чем идет речь. Кессон. Адаптер. Обустройство летней скважины для полива. Окей. Калькулятор. Сметы. Во! Смета самое интересное. Насос скважины. Гуглим. Точнее, вордстате. Скважины насос. Супер. Забираем себе. Так. Насос. Ну, это ладно, уже понятно. Где там была у нас реклама-то? Обратно вернись. Скважины оголовок. Смотрим. Ну, такое. Хотя бы просто спарсим, посмотрим. Это уже спорные моменты. Трос это ладно. Трос это, видимо, для насоса. Я попробую предположить. 30 метров, наверное. Труба пластиковая нам. Это слишком широкая. Комплект фитингов широком. Монтажной работы. Водоподъемное оборудование. Просто хотя бы глянем, что это такое. Ну, и спроса нет на это. Транспортные, понятно. Насос мы уже взяли. Реле давления. Кессон мы уже взяли. Реле давления очень странная история. Я бы не стал брать. Слишком уж уже будет широкий. Скважины, оголовок, мы уже посмотрели. Строс, да. Труба, понятно. Комплект фитингов, понятно. И все, видимо. Доставка кессона, ну, понятно. Насос. Это, видимо, на три разных, опять же, объекта. Но не принципиально так, да. Скважина с кессоном. Скважина, скважина. Продажа септиков. Нас не интересует. Летний полив. Ну, такое. Бурение. Давайте еще заглянем в SEO-текст какой-нибудь приличненький. Но мы пока сейчас пойдем дальше. Давайте по картинкам. Обустройство скважины. Вот я читаю отсюда текст. Обустройство скважины на воду. Обустройство скважины на воду. Буровая компания. Буровая компания. Давайте просто заглянем. Сайты о буровая компания. Нефтяные буровые компании. Неинтересно. Прямо сразу видно. Идем дальше. Бурение. Обустройство скважины на воду под ключ. Обустройство у нас есть. Скважина есть. Скважина на воду есть. Бурение на воду у нас есть. Бурение под ключ не совсем наше. Профессионально обустроим скважину. Надежное оборудование. Увеличенная гарантия. Обустройство скважины. Обустройство скважины на воду. То же самое. Ну у нас собственно и ключ такой. Обустройство скважины. Листаем что может быть аналогичное, похожее в Яндекс.Картинках. Вдруг что-нибудь пойдет. Обустройство скважины. Кессон мы уже взяли. Обустройство скважины. Понятно. Монтаж обустройства скважины. Скважины понятно. Так. Монтаж обустройства скважины. Тоже понятно. Артезианская скважина. Ну вот опять же смотрим что у нас есть. Давайте я прям артезианская. Вот она есть уже. Просто проверяю чтобы оно было. Дальше, дальше, дальше. Кому нужна скважина. Так, это реклама обустройства. Кстати, интересно. Вот если нравится какая-то картинка или текст. Кому нужна скважина. Раздаем почти даром. Гарантия выезд бесплатной. Вот такой вот, например, если интересно. Сделайте себе пометочку какую-нибудь. Я себе сохраню просто. Ай-яй-яй. Себе сохраню картинку. А я даже знаю, что сделаю. Самый простой вариант в Google Docs. Просто введите информацию какую-нибудь. То есть, я сейчас в Google Docs закину такую вот штуку. Бурение на воду. Сейчас себе сделаю пометочку. В Google документах. И картинки прям можно в Jocs копировать. Которые вас интересуют. Естественно, в идеале вести анализ конкурентов. Это таблица такая, для того, чтобы ничего потом не потерять. Картинка, вставляйся. Ты чего? Сейчас, секунду. А, вот у меня вставилась просто задержка. Если нравятся какие-то объявления, особенно в других регионах, обязательно все сохраняйте. Обустройте скважину своими руками. Инструкция. Это понятно. Обесинская скважина. Мы уже взяли это. Обустройство скважины профессиональное. Понятно. Фотографии сделаны в процессе бустой. Очень интересно. Обустройство скважины. Понятно. Теперь мы идем просто к слову тогда скважина. И попробуем на воду. Хотя бы так глянем. Что там еще есть в ключах. Специалисты компании. Понятно. Белоруссия пошла. Бурение скважин Яндекс.Коллекция. Бурение бизнес-идея. Артезианская скважина. Мы посмотрели. Бурение на воду тоже посмотрели. Я, по сути, пользуюсь очень интересным способом. Называется комбинаторика. Просто пытаюсь перебрать те ключи, которые вполне возможно не подойдут. В моем случае, по-хорошему, я могу использовать только такой способ. В других случаях, если у вас есть возможность, то вы можете комбинаторику также и в группировщике слов использовать. Ой, господи, в группировщике слов. В генераторе ключей. В генераторе ключей накидываете какие-то основные ваши ключи и перемножаете, делаете список масок, закидываете в сортировку и дальше в кей-коллектор. Но в моем случае не подходит такой вариант. Почему? Потому что есть бурение, но есть слово пробурить скважину. Но я паршу просто скважина в конце, в итоге. Поэтому у меня будет в любом случае все ключи. В некоторых случаях, например, когда вы будете использовать какие-то более, ну, просто другие темы даже. Здесь ладно. В других темах, скорее всего, перемножалка больше подойдет. В моем случае нет. Так, и... Да, вопросики надо будет. Кроме скважины ничего не будет, сразу говорю. Ребята, если вам ничего не понятно, ничего страшного, не переживайте. Значит, вам надо еще учиться будет. А можно сделать как скважина-скважина? Можно. Но это слишком геморройно, Сереж. Я с тобой соглашусь. Немножечко, но... Ладно, сейчас вопросы поотвечаю. Давайте я доделаю. Закину сразу в кей-коллектор. А может быть, даже сегодня спарсим и дальше пойдем тогда. Так, буровая компания, понятно, мы посмотрели, закрываем. Скважина-установка, мы уже посмотрели, что это в основном не то. Буровое оборудование не то. Буровая машина не то. Буровая установка выкидываем. Бурение цена. Сейчас я посмотрю еще раз, я закидывал или нет. Господа, сегодня не обучающий стрим. Кому что-то непонятно, значит, вам надо идти полностью и учиться. Такие дела. Сегодня не об этом. Я сразу говорю. Если что-то непонятно, это грустно. Как бы идите, учитесь. Так. Ну и все, наверное. Кстати, давайте еще поглядим по картинкам. Скважина. Бурение обустройства. Посмотрели. Забор воды и скважины. Забор воды не то. Что лучше колодец или скважина. Ну вот, почему я буду колодец отдельно парсить. Скважина на воду. Почему снижается производительность скважины. Это неинтересно. Вот тоже почемушки всякие мы будем выкидывать. Так. Обустройство скважины. Бурение скважин на воду. Да и все, наверное. Темный цвет. Вода. Вот с водой, кстати, вопрос. Потому что забор воды, это как раз... Нет, это ремонт скважин. Вот с ремонтом скважины надо будет тоже как-то расправляться и убирать их. По-любому. Поэтому надо будет отдельную группу по ремонту скважины сейчас сразу найти. В сортировке. Ремонт скважины. Ремонт скважины. Да, есть. Отлично. Тогда мы убираем это точно. Это мы уже закрываем, это уже посмотрели. В принципе, там уже SEO статьи, я думаю, не будут интересны. Ну и, видимо, все. Обустройство скважин. Так, так, так. А что там первое еще было? Профессиональное бурение скважин. Вот бурение еще давайте просто глянем на всякий случай. Бурение. Ну оно должно быть, да. Ну а теперь, собственно, сортируем все маски. Все очень просто. Забираем их. Отсюда я убираю вот эти вот бурение на воду. Она, по-моему, тут есть. Сейчас я еще раз. Давайте еще докину сюда бурение на... Хотя нет, зачем? Да, да, закину. Я сейчас, опять же, сортирую для кей-коллектора все свои замечательные ключи. Удаляю отсюда эту группу. И теперь с помощью кей-коллектора, опять же, и с помощью... Сейчас любую группу выберу. С помощью пакетного сбора я просто сортирую все свои группы от А до Я, да, с помощью Эдпампа. А дальше я их закидываю в кей-коллектор и просто раскидываю отдельные группы, чтобы они у меня были и отдельно парсились. Все? Так. Вопросики там были, наверное. Пока это этим всем занимается, крупнее не сделаю, ребят. Серьезно. Я сегодня настраиваю просто директ. Кому что-то не нравится, вы можете идти и заниматься своими делами. Вопрос по АДС. Сделал автоматизированные правила точности по твоему видео. После открутки анализа необходимо на некоторые ключи поднять ставки, на некоторые снизить. Скажи, как это сделать? С помощью ярлыков. Запись будет. Так. Можно снять ключи с лендинга? Можно. Можно вообще сделать хитрее. Можно открыть Google. И в Google Keyword Planner вообще по-хорошему. Сейчас покажу даже. Можно зайти в планировщик ключевых слов. Сейчас покажу. Давай ключи. Так. Найти новые ключи. И здесь прям вбить, например, свой сайт. Ну, мой сайт, скорее всего, мне вообще ничем не поможет. Надо что-нибудь найти, не белорусское. Мастер скважин, например, какой-нибудь 24.ru. Ну, взять конкурента, условно говоря. И в планировщик ключевых слов закинуть прямо данную историю. Не, а он мне, кстати, вообще ничего не выдает по этому сайту. Надо знать. Давайте сейчас я в SEO открою. Даже в Google. Скважина на воду. Так. Бурение скважин. О, пойдет нормально. И закидываем сюда. Показать результат. Так. Показать результат. Сейчас посмотрим, что там есть. Это помогает просто собрать, снять все ключи с лендинга, с любого сайта и там подобное. Ну, если сейчас что-то будет вообще. Бурение скважин на песок, на воду, на воду в Москве. Ну, это московский сайт. Скважина на воду, на воду. Бурение, технология бурения скважины, бурение воды. Это уже есть у нас ключ такой. Давайте отсортируем даже их просто. По числу показов просто. Пробурить скважину для воды. Ну, как минимум, здесь можно что-нибудь поискать. Артезианское скважино. Устройство. Ну, мы все это видели. Об устройствах мы видели. Стоимость бурения скважин тоже это все парсится. Пробурить. Вот, может быть, только пробурить скважину. Теоретически можно еще добавить. Но у меня есть просто слово скважина. Я могу ее просто отдельно еще добавить. У меня уже сейчас вот есть уже готовое. По четыре слова. Ну, вот оно есть тоже пробурить. Скважина, скважина. Цена на скважину. Бурение. Ну, на английском, может, только если взять что-то. Ну, это просто название, по сути, сайта, чтобы вы понимали. Бурение. Это только из-за этого. Технология. Бурение под скважину. Все. Вот это самый простой способ, если уж мы берем ключи с лендинга, с сайта и прочее. Конкурентную разведку я уже сделал. АЦА. А вы, значит, подключились поздно. Я уже эту тему сказал. Так. Как определить, подходит ключ или нет, если настраиваю бухуслуги? Если бухуслуги, то никакие ключи не подходят. Бросайте это дело. Я серьезно. Так. Зачем такое разнообразие ключевиков? Это не разнообразие ключевиков. Вы еще не видели у людей некоторых особо одаренных разнообразие ключевиков. Тут, кстати, нет разнообразия. Тема-то все одинаковая. Практически одна. Так. Давайте, в общем, сейчас я поставлю на парсинг выделенные группы. А-та-та-та-та. Удалить выделенные группы. У меня есть мой пакетный сбор фраз. Но мне надо сначала выставить регион. Давайте я любую группу выберу. Мне нужно, нужно, нужно. Поволжье. Татарстан. Поехали. Ну, сюда просто добавлю, чтобы потом не забыть. Татарстан. Весь Татарстан буду парсить, естественно. Парсится у меня все ключи. В каждую группу отдельную. Каждый отдельный вот этот вот ключик, если хотите. Маска – это относительно широкий ключ, который можно спарсить. Самое широкое, что у нас есть – это кессон, какая скважина и скважина. Вот они, видите. Главное – порядок здесь. И посмотрите, чтобы у вас вот здесь был порядок. Если будет порядок нарушен, то потом все это спарсится неправильно. Мусорные запросы. Почему паршу, кстати, да, вот, насчет фишки. Объясню. В некоторых случаях это бесполезное занятие. В моем случае простое, просто потому что сейчас у меня спарсится, например... Ну, вот, кстати, я уже понял. Вот сейчас уже нашел ошибку, ребят, смотрите. Тоже лучше всего остановить заранее. Просто проверьте, потому что я сговорился, я уже чувствую. Обязательно проверьте, чего вы парсите. Вот, особенно рядность. Вот у меня есть колодец, слово первым. А оно у меня здесь не встало. Не встало, потому что я его забыл просто тупо добавить. Бурение скважины на воду Казань – отлично. А вот колодец я не добавил. Колодец у меня в итоге... Вот он, последний. Его мне надо будет парсить по-любому первым. То есть, если я колодец этот не буду парсить, то будет у меня грустняшка. Вот, поэтому обязательно не забывай. Колодец. Давайте его вообще отдельно сейчас... Давайте вот так сделаем. Я все сейчас выкину. Всю очередную все-таки соберу. Вот так. И поставлю. Да. Я просто хотел показать сначала, но... И перед тем, как заново все собирать, я все свои ключи, которые уже напарсил, я их удалю. Вообще удалю. Да-да-да-да-да. Текс. Все, поехали. И теперь они пусть будут парситься. Первым делом у меня спарсится ненужное мне. Что-то связанное с колодцами, еще что-то. А все остальное будет у меня лежать. Это мне поможет потом, когда я с этим файлом буду повторно работать. Второй раз, третий раз, четвертый раз. Чтобы оно мне не парсилось по миллиону раз. Потому что вы это потом чистите. Можно в корзину закидывать. Но по сути это у меня сразу корзина, и она сразу парсит. Нужно ли добавлять города в ключи, если планирую рекламироваться по России? Да. Для этого мы как раз сейчас делаем очень хорошую штуку. Ну, во-первых, у вас есть все города, которые вам необходимы в минус-городах. Вот здесь в инструменте, это вам. Ну, например, вся Россия. И Вордстат, да? Ну, вам Вордстатовские обычно ключи нужны. Города нужны. Мы еще потом сделаем сюда сортировку, добавим население, количество населения. То есть, мы пока еще... Ну, просто серьезно, нет времени этим заниматься. Обязательно мы до этого доберемся. И города, в которых будет население, ну, условно, там 5 миллионов, да, и так далее. Будет ползунок, и вы сможете себе настраивать сортировку, так сказать. Вот. Ну, сейчас просто города из Вордстат. Да, эти города, естественно, вы можете использовать. Причем в словоформах или без словоформ. Можно использовать в генераторе ключей. Берете основные свои маски, которые у вас получились. Ну, вот, например, кессон, да, и тому подобное. Можно убрать что-то лишнее. Например, убрать ключи длиннее трех слов. Отсортировать, получить какое-то количество масок. И использовать их в полях для перемножения. Все. Вот он. Тысяча результатов. Вы не положите. Ну, вам это большие ключи. Скорее всего, здесь надо не два, не три слова, а два слова. Длиннее двух слов. И предлоги убирать. 51 строка, например. И закидывать перемножалку и вперед в бой. Ну, а потом это все парсить. По-хорошему. Либо просто закинуть. Есть, кстати, даже еще удобнее инструмент, который вам сразу группы сделает. Ну, если вам нужно. Многие люди как-то к этому спокойно относятся, но инструменты есть, которые просто вам сделают группы. Прямо раскидает по группам все. Все, что вам нужно. Нужны отдельные какие-то группы. Центр, там, ЦФО и тому подобное. Их можно просто раскидать по разным группам. Плюсом, ну, все перемножить между собой. Тут, например, есть демо. Но тут скорее на айфонах и тоже на городах, на конкретных. Но при этом можно сразу по группам все получить. Купить, там, заказать айфон, цена айфон и тому подобное. И все остальное. Ну, и модели айфона, например, если в моем случае модели айфона нужны. И сразу группы эти использовать в, ну, собственно, написании объявлений, да, и дальше в рекламную кампанию закидывать. Почему при создании группы вы в нее закидываете одну фразу? Почему туда не закинуть 5-6? Ну, наверное, потому что это маска, а не ключ. Будем убирать, сейчас уберем. Сейчас парсится что-нибудь. Я просто пока отвечаю на вопросы. У нас парсится. Сейчас запарсится что-нибудь, и я покажу. Это памп бесплатный. Есть ли смысл максимально полно парсить тематику, ограничивая словоформами и количеством слов во фразе, а потом отсеивать мусор? Или это сизифтрут? Нет, наоборот, стоит. Объясню даже по какой причине. Потом вам надо будет сидеть, и очень долго в рекламной кампании, вот эти, как ты там сказал, сизифтрут, все эти конюшни придется очень долго расчищать. Потому что в РСЯ вообще непонятно, какой трафик идет, ну, чаще всего, а в поиске все поисковые запросы придется заново прочищать. И если там мусора будет очень много, ты будешь адски неудовлетворен своей работой изначально. Плюс ты потратишь много денег, потому что собрать статистику, что у тебя плохие, просто плохо прочищенные ключи, ну, это такое себе. Посредством, ну, вот, кстати, следующий же момент, вот следующий комментарий, вот я ваш читаю, да, посредством каждодневного анализа ключевиков можно сгенерировать минус-слова? Можно, ну, естественно. Но, опять же, изначально я бы рекомендовал все-таки, у вас есть инструмент, ну, относительно бесплатный, платный, там, в зависимости от того, каким вы пользуетесь. То есть, сесть, хорошенько прочистить ключи один раз и больше не платить, в принципе. Да, кстати, все равно надо делать это аккуратно, потому что я уже много раз видел людей, которые настолько зачищают, что ты заходишь в минус-фразы и понимаешь, что там заминусовано что-то такое относительно хорошее. И люди, конечно, сходят с ума иногда. Но, тем не менее, просто прочистить ключи, трезво оценивая, ну, свои ключи. Например, открыли колодец 2, вот у меня есть колодец, ну, я условно. Открываю в Яндекс.Картинках, смотрю, подходит, не подходит, не подходит, там, надо с этим уже как минимум задуматься и дальше идти. Вот, ну, лучше изначально все прочистить и потом сразу на тесты закинуть тысяч 5-10 и понять, что у вас реклама работает, нежели чем закинули 10 тысяч, понимаете, что у вас реклама херовая, непонятно, что с лендингом, потому что лендинг вы еще не запускали или сайт. Непонятно, как работает отдел продаж и прочее. Лучше сразу сделать что-то более-менее нормальное, а потом уже продвигать дальше. Лучше взять тогда только горячие запросы, если вам лень просто чистить. Окей, возьмите только горячие запросы, где будет минимум мусора. Но тоже все зависит от темы. Есть темы, в которых горячие запросы в перемешку с мусором идут. И далее хотя бы посмотрите, насколько хорошо конвертит лендинг, а уже потом будете добавлять. Ну, окей. Так, пользуешься ли Яглой или чем-нибудь подобным? Ну, клиенты некоторые пользуются, я уже нет давно. Мне это не актуально, мне это не интересно, и если честно, клиентам тоже вашим. Кто-то говорит, что у него растет этого конверсия, но обычно это просто таблетка. Но даже ребята сами из Яглы раньше это и говорили, просто сейчас им надо этот инструмент продавать. Имеется в виду, что большинство функционалов Яглы, им не надо пользоваться. Прямо ребята сразу говорят, что его слишком много функционала, он лишний. Вот. Собственно, вы просто пользуетесь им зачем-то. Ну, какой-то функционал можно попользовать, но в редких случаях, опять же.